Итак, еще раз здрасте. Здрасте. Мы уже успели поговорить о детях, о жене, и ты все время мне говорил про работу. Вы что с женой вместе работаете? Мы работаем, но каждый в своей сфере. А? Да, но учитывая, что все происходит в одном доме, тогда можно сказать, что и работаем вместе. Но она на втором этаже, я на первом. Хорошо. И бизнес совсем разный. Отлично. Чем ты занимаешься на первом этаже? Первый этаж – это только офис. Но вообще-то я выращиваю разные саженцы. То есть работа в конторе происходит, но основная работа происходит на поле или на теплице. Это цветы? Да, это цветы. Потрясающе! И куда подумать? То есть это то, что продается в магазинах, в горшках? Можно в магазинах, но я решил этот путь сократить, я напрямую покупателям отправляю. То есть у меня розничная торговля, оптовая торговля немножко. В основном это идет розничная торговля. Замечательно! То есть к тебе можно приехать и купить, я не знаю, розу, герань? Можно, можно приехать, но 95% от всего оборота это мы доставляем на дом или на огород. Потрясающе! И это, ты так понимаешь, это работа, мечта жизни, это то, что ты любишь, хочешь и делаешь. А это просто очень удобно. Это рядом с домом. И я бы не сказал, что это там мечта, но это приятно. Приятно. Да, очень приятно. Нет, я тоже считаю, что человек должен заниматься тем, что ему доставляет удовольствие. Да. То есть не надо из-под палки работать. Это точно. Хорошо. Но мы здесь говорим о книге Дионетика. Вот работа, которая тебе нравится, и книга Дионетика. Это как-то между собой пересекается или никак? Да. Один это общий знаменатель. Это общение, которое мне значительно улучшилось с людьми, когда я понял, ну почему они такие. То есть, ну обычно как там, 100 заказов выполнил, ну конечно есть где-то 2-3 недовольных, и почему-то это внимание застревает на эти 2-3 недовольных. Остальные 97, которые выполнили хорошо, где тебе еще большое спасибо сказал, но как-то это не замечаешь. То есть она это привлекает внимание. И раньше я очень там переживал, если кто-то ругается, чего-то не успел, или чего-то надо поменять там, ну там разные там, да, и там даже там по телефону там звонить, это, ну скажу честно, было небольшое такое, ну затруднение. То есть если клиенту позвонить, там пообщаться, да, это было трудновато, потому что я уже в голове там разыграл там разные там вещи, что он мог сказать и что можно было бы происходить. Теперь я абсолютно без вопросов решаю все вопросы, потому что если какая-то проблема в фирме, к кому приходит? К начальнику приходит. Да, я без проблем это теперь звоню, с клиентом общаюсь, все это решаю и обычно, ну в пользу, чтобы оба остались выигравшие, да. То есть когда я понял, почему он такой злой, почему он такой кричит, почему он такой недовольный, я сразу понял, что с этим можно делать. Это опять, это так облегчает жизнь, когда ты можешь без проблем позвонить и поговорить, или так же там воспринимать в любое время. Это просто облегчает жизнь. То есть все оказалось гораздо проще? Значительно проще, да. И судя по тому, как ты улыбаешься, твои клиенты тоже улыбаются. Основная масса, да. Мне даже есть такие, которые там, ну я-то помню, он звонит, так, вы меня там опоздали, там поставку на три дня, я значит там звоню сейчас без табу. Я пять минут поговорю, он говорит, ну вообще-то было очень приятно. Хорошо, спасибо, буду рекомендовать своим соседям тоже. То есть с одной стороны сразу в другую переходит. Но это только потому, что я понимаю. Да? Мало что с ним можно было в тот день случиться. То есть это не волшебство. Нет, это точно не волшебство. Это просто применение данных. Да, и понимание их. Боже мой, можно я спрошу, Андрей? Да. Вот сколько ты потратил времени на изучение книги Дианетика? Ну, учитывая, что это был третий раз и с обучением, я бы сказал, да довольно быстро. Я где-то за месяц справился с обучением. Ну, тоже не с утра до вечера за месяц. Не, какой там с утра до вечера, там жить тоже надо. Ну, в том-то и дело. Поэтому, ну так, если вот... Приблизительно месяц, но это было каждый день понемножку. Каждый день понемножку. Я думаю, если приходить в класс, ну в то время просто нельзя было, был закрыт это с этим ковидом. Я думаю, если бы в класс, тогда, я думаю, это было бы еще быстрее. Ну, то есть где-то час в день ты на это тратил, и за месяц ты закончил? Полтора где-то так. Полтора? Да, полтора. Хорошо. Час в день, и за месяц, да, я закончил. То есть, если меня в школе правильно научили считать, то это где-то 45 часов. Ну да, приблизительно. Ну, приблизительно, плюс-минус, да? Сколько времени ты сэкономил до улаживания клиентов, до их недовольствия? И сколько... А денег можешь посчитать, сколько денег ты сэкономил? Нет, такой математики нету, но удовольствия от работы теперь я получаю больше. Я уже так получал, я всем смеюсь. У меня раньше была там оптовая торговля, и там всегда было все дорого, неинтересно, все остальное. Ну, я сейчас мнение клиентов рассказываю, да. А как я начал вот сам заниматься этим бизнесом и с клиентами напрямую общаться, ну, я так шутил. Я за первые годы работы получил больше спасибо, чем за всю оставшуюся жизнь. И это просто тебе это... Ну, тебе это просто помогает, по-простому говорю. Ну, как с одной стороны, так и с другой стороны. То есть, ты не расстраиваешься, когда умеешь вот там... Ну, когда ты понимаешь, что происходит и как это говорить, да. И клиент остается довольный. То есть, ты выращиваешь не только саженцы, но и довольных клиентов. Да, да. У нас очень много повторных заказов. Отлично. И все благодаря умению общаться и пониманию, которое ты получил из книги Дианетика. Да, с этого все началось.